Добрый день, меня зовут Владимир Иванов, со мной сейчас находится Роман Карась, это зам начальника планов управления стройгазконсалтинг. Мы решили записать на видео ту презентацию, которую коллеги читали даже без нового участия на конференции Microsoft, которая прошла в центральном офисе, где показывалось внедрение внешнего строительной компании России, стройгазконсалтинг. Я думаю, что мы сейчас как интервью прочитаем, потому что жильем мы там ее не писали. Думаю, что сейчас немножко по-другому расскажем и обсудим вопросы с этим внедрением связанных. Давайте я немножко представлю компанию стройгазконсалтинг, то есть по рейтингу форда с 2014 года, это в принципе самая крупнейшая компания по обороту, но самое главное, что думаю, что это по количеству техники и людей, как бы это более важное показатель, потому что гемподрядчик, понятно, какая-то формальная структура может иметь больше, так как лично непосредственно ресурсами, которые надо управлять, ну сомнительно, что здесь даже кто-то приближается к СГК, к ООО. И затронем, наверное, сразу же вопрос, связанный с общим планированием, то есть оно в этой компании строится строго от смет, на базе которых в них формируется график производства, потом факт выполнения. Вот здесь даже может быть основной вопрос, который я бы с коллегой обсудил, почему вы все-таки планируетесь от смет, а не от собственных нормативов, у вас в том числе была попытка внедрения в Spider Project, то есть на собственном формате, и все-таки вернулись к планированию от смет. Какие у вас моменты из этого были? Ну, во-первых, это требование заказчика. То есть у вас построили непосредственно с ним общение? Конечно, конечно, конечно. Вся у нас работа идет от смет, то есть через проектные институты, разрабатывается работа, чтобы иметь имплементация, поэтому другого варианта у нас, к сожалению, пока нет. Ну, в принципе, я так посмотрю, что вы, как я понимаю, не можете такой большой объем вручную запланировать, даже на собственных нормативах. Абсолютно нет. Потому что это, сколько там у нас были, сотни тысяч? Потом также прям работа у нас происходит. Ну, давайте дальше здесь сейчас пройдем. Немножко о сметном сервере CROSS. Как бы здесь решение используется из двух продуктов. Это специальный сметный сервер, который загружает разные сметы, и потом из них уже передается в Turbo Planner. То есть из каких форматов сметных вы сейчас делаете импорт? Значит, у нас несколько проектных институтов участвуют в реализации проектов. Значит, какие сметные комплексы мы используем? Это Гансмета, это Багира, это АВС-4, некий сметный комплекс со своими приблудами. Ну и проектный институт Газинвест на основании Багиры, видоизмененный такой некий. Ну понятно, у некоторых доработан этот RPS. Ямал Газинвестовский вариант, так называемый RPS. Ну, RPS 1.10 Yamal. Да. Значит, то есть, соответственно, вы загружаете все это в сметный сервер. Давайте мы сейчас посмотрим здесь. Он, как я понимаю, показывает ошибки сметчиков, которые там… Да, производит предварительную оценку загруженной сметы, выводит индикатор в той или иной поле, подсвечивая, где у нас идет несостыковочка. Ну и опять же, можно посмотреть, почему происходит. Ну, это очень важный момент, потому что основная претензия обычно по импорту планированная на основании смет – это низкое качество сметы и наличие у них ошибок. То есть, автоматические средства позволяют здесь решать. Ну, то есть, выявление сразу человеческого фактора. Ну, вот здесь вот довольно серьезно обсуждался у нас вопрос корректирующих смет. Даже вот тут мы все как бы с юмором относились к тому, что здесь планирование от антиматерии. То есть, можно немножко рассказать об этих допниках, в чем тут проблема с импортуальной сметой у вас возникает. То есть, не совсем она линейная. То есть, соответственно, вы накладываете потом дополнительные соглашения на эту смету? Ну, у нас выходят изменения к смете. То или иное. Редакция от 1, редакция от 2, редакция от 3 и так далее. То есть, бывает дополнение сметы, да, где, грубо говоря, дополняются те или иные виды работ, которые были упущены при проектировании. А бывает дополнительные сметы в виде исключения работ. Иногда даже такое, что часть работ уже была выполнена. То есть, институт чаще всего не заморачивается. Он просто выпускает отрицательную смету на исключение объемов тех работ, которые были ранее. Ну, и дополнительные сметы дают уже, грубо говоря, измененные для работы, номенклатуру в ресурсах и так далее. То есть, от смертного сервера «Рекос» и одно наложение этих допников выделось. Ну, в принципе, один из экранов. Вот именно, как накладывается здесь допник и вычитаются работы, которые у нас не совершаются. Давайте дальше пойдем. Значит, очень здесь важный момент, как мы организуем здесь структуру портфеля проектов. Здесь, видимо, мы ввели такое понятие с вами – это структурно-технологическая модель проекта. То есть, соответственно, это у нас является и структурой для смертного сервера, как способ упорядочения смет, так и, в принципе, структура портфеля проекта. Все верно. Да. А какая СТМ у нас по уровням, с чего состоит? СТМ у нас состоит, значит, уровень сверху вниз идет. У нас первый объект, дальше объект делится на площадки, дальше объект делится на под объекты, дальше под объекты делятся на разделы проекта, да, будьте архитектурно-строительные, конкурсеры из бетона и так далее, по видам, на которые работают. Ну и опускается вплоть до самого вида работы. Сейчас мы пошли немножко вперед. Вот здесь в презентации как бы структура технологической модели еще в предыдущей трансе. Сейчас у нас весь СТМ разложен по главам строительства, начиная с первой, по седьмую, восьмая, двенадцатая. Сейчас мы немножечко вперед. Ну, в принципе, вот здесь как раз эти уровни здесь рассказывают. То есть, Вы сейчас вот к этим уровням добавили еще главу? Да, у нас объект разложен именно по главам свободно-смертного расчета. То есть, объект, площадка, под объект и там еще. То есть, глава вот где-то на одну распространение. То есть, частно выглядит так. Объект, площадка. В площадке присутствуют все под объект. И под объект уже разложен на первую главу. Ниже тоже самое. Вторая глава, третья. То есть, при импорте соответственно-смертную информацию, у нас портфель структурится. Таким образом у Вас получается и портфель у Вас автоматически структуры делает и вся проектно-смертная документация также упорядочена. Я считаю, что это очень важное достижение, потому что, видите, за счет вот такого классификатора удалось проектно-смертную документацию отклассифицировать и построить портфель проекта. Ну, в принципе, здесь у нас возможна ручная привязка. Сейчас, как я понимаю, Вы используете пакетное режиме. Мы ее не используем уже. Да. То есть, в основном пакетный режим, то есть автоматически стрем построен, указан смет и все происходит абсолютно автоматически. Все передается. Да. Ну, в принципе, в первых вариантах мы делали ручную привязку, она до сих пор остается. Но сейчас практически 100% у нас автоматизируется. Ну, учитывая, сколько потока данных, ни одна смета и один объект. В принципе, да. Я думаю, на моем мнении, даже как недрелся, что на таких объемах все должно быть абсолютно автоматически, потому что минимальное ручное вмешательство, когда это сотни смет или сотни тысяч операций, это просто нереально. Кому не посадишь там. Ну, плюс риск человеческого фактора. Да. Ну, и ошибки пользователей начнутся. Так. Ну, здесь, в принципе, показано, как бы это последствия, как они загружаются сюда. Я думаю, что мы это уже обсудили. Они будут на этом экране здесь находить. Ну, при импорте у нас, соответственно, Вы импортируете и ресурсы, они группируются. То есть, Вы отбираете самые крупнейшие ресурсы. Мы отбираем ресурсы первые, которые дорогие. Второе – это люди, техника. И третье – мы выбираем ресурсы, которые идут за расценкой. То есть, данные материалы, которые сметятся на образующие. Ну, да. По своим отчетам, которые Вы там строите, Вам очень важно, чтобы это было при импорте. И, как бы, Вы могли посмотреть отдельно по стоимости материала, отдельно машины, отдельно платные. Ну, как, в принципе, сметная устроенная информация. То есть, в дальнейшем отчетах нам это нужно будет видеть в периодах. Да. Мелкие материалы автоматически группируются. То есть, поэтому как раз можно таким образом работать. Ну, перечень работы у нас берется из СМИ. То есть, потом у Вас сидят как раз планировщики, они расставляют уже окончательные связи, сроки. Но при этом состав ресурсов, стоимости и структура партфеля проектов – это все автоматически происходит. Да, это все из СМИ передается. Ну, здесь, в принципе, думаю, что мы долго не будем рассказывать, что понятно, что в календарной сетевой системе можно установить связи. Ну, вот, я думаю, что мы можем это пропустить. Немножко здесь обсудим как раз выставление длительности. Части как раз у Вас использовался для этого раньше на управленческих нормативах. Я понимаю, у Вас просто внедрение как забуксовало, потому что Вы не смогли разработать такой огромный ставочник собственных норм под все свои операции. Поэтому Вам нужен абсолютно автоматический вариант. Ну, не только норм. Все-таки с меткой корректной мы не научились передавать в другой планировщик. Это очень немаловажно. Тут где-то как-то ручным способом ввели. Ну, просто на интеграции со сметами у Спайдера. Ну, в принципе, это понятная проблема. Но, тем не менее, что я сейчас считаю общее с предыдущим внедрением на Спайдере сейчас на турбе, то, что Вы используете расчет от ресурсов длительности. То есть задаете календари для ресурсов и автоматически на основании количества изобъемов и доступности ресурсов считается длительной задачей? Ну, либо так, либо идем до директивных сроков. Мы уже определяем, какой срок нам выставил заказчик. А больше какой? Директивный именно или больше вот такого проще? В основном идет директивный. И под эти сроки Вы уже ресурсы подвиняете? Ну, понятно. Ну, просто говоря, очень важный момент, что выдерживание срока более приоритетное. Здесь относительно использования только собственными ресурсами при желании. Ну, фактически, данные здесь собираются через экселевские формы. Это стандартно. Какой функционал, думаю, долго мы его обсуждать не будем. То есть они просто рассылательно заполняются, ведь у нас попадает в проект. Вот поэтому много есть фильмов. Я думал, что на это много времени приходят, и комментарии оттуда все. То есть фактически объем просто собирается. По отчетам. То есть давайте я вернусь на картинку назад. То есть мы решили с Вами сделать как? То есть фактически все наши данные публикуют специальное хранилище, которое мы сделали, Microsoft сервер. Значит, в нем консолидируются все у нас данные, в том числе и сейчас как минимум две системы подключены. Это у нас подключен туда кросс, подключен туда у нас клубопланы. В принципе, хотели еще подключить управление строительной организации. Да, в перспективе. Но этот перспектив пока не сделан, но этот рассчитан для того, чтобы если мы через УСУ, это для КСов, да? Вы планировали. Ну, у нас идет сейчас задумка либо через УСУ, либо все-таки через второго партнера это все-таки реализовать. Ну, понятно. Стадия переговоров на работу. Да. Но у нас, тем не менее, создано такое хранилище, где находятся как минимум сейчас все данные по календарной системе планирования и все данные проектно-смертной документации. Поэтому с него мы можем строить отчеты. Мы, в основном, используем лаповский сервер Microsoft. То есть, какие у вас такие стандартные здесь отчеты? Я смотрю, освоение лимитов. То есть, это просто деньги в периоды, да? Сколько вы должны? Деньги в периоды, сколько мы должны. Деньги в периоды, сколько мы освоили. В последующих материалах в периоде. Процентовка материалов в периоде, сколько мы закрыли при завершении ежемесячного. Это люди, потребность в людях, фактическое количество людей, находящихся на объекте. Прямо профессионально влечет за собой контроль на подрядчиках. То есть, придя к нам, грубо говоря, за оплату выполненных работ и привести в ведомость, что у нас работало столько количеств людей, мы это можем проверить. На самом деле, сколько человек должен был использовать при строительстве того или иного объема планирования. Спасибо. Ну, давайте посмотрим, здесь еще какие есть. Значит, о освоении лимитов ты сейчас только что рассказал. То есть, вам вас интересует как в деньгах, так и в натуральных показателях. В основном в деньгах. Но в натуральных показателях это большая аттентура. В принципе, вот еще такой график построения здесь ресурсов. как практически из книжки это движение рабочей силы график. То есть, вы на основании. Звернут к Excel, вы подключаетесь к лаковскому серверу и дальше, в принципе, используется стандартное средство Microsoft Excel по оформлению. То есть, вот это, в принципе, как я понимаю, что-то даже сами сделали уже на базе этих данных. То есть, просто настройки на Excel. Но это не локальный Excel, то есть, он к серверу подключен. Ну, здесь более развернутый такой же отчет о потребности машины часа или труда часа. Это мы немножко уже обсудили. В принципе, вот такое внедрение. То есть, получилось, что мы очень небольшой командой смогли переработать такой вот очень большой объем информации. То есть, на мой взгляд, это удалось только за счет очень высокой степени автоматизации. То есть, то, что практически сметы переходят в графики автоматически. Мы с ними ничего не делаем. То есть, мы так их подготавливаем, да? Ну, мы их проверяем и смотрим на них. Да. За счет чего? Очень многие на внедрениях не могут этого добиться, абсолютно автоматического перехода. Это за счет того, что вы приводите в порядок сметы перед загрузкой? Как это? Не то, что в порядок. Мы их в порядок не привозим. Мы на стадии загрузки, первое, если мы смотрим на хорошую смету, стоит ли дальше пропускать или нет. Если там есть какие-то наличие ошибок в проектном институте, мы ее возвращаем и на работу. Ну, то есть… Есть некий круг, который надо пройти для того, чтобы все это попало в планирование и дальше. Ну, понятно. То есть, соответственно, как бы больше идет акцент на проверку качества смет для таких решений. А после проверки мы уже и запускаем работу. То есть, таким образом, в принципе, я считаю, что качество самих смет должно было повыситься, естественно, потому что они стали тщательно проверяться, чем раньше. Ну, да. Ну, вот, в принципе, такое внедрение. Я думаю, что спасибо Роману. Всем удачи. Всем удачи!